Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Уже второй год подряд в Благовещенске проходит турнир памяти Николая Чудайкина. И вот сегодня про это событие, не только про это, для всех любителей автоспорта мы пригласили к нам в студию Ивана Канищева и Илью Чернова, победителей этого турнира. Здравствуйте! Я вас, во-первых, поздравляю от всей души. Я прекрасно понимаю, что такие достижения, когда ты сражаешься на уровне со спортсменами со всего Дальнего Востока, они, конечно, очень ценны. Для вас они ценны? Обязательно, потому что непростое событие, которое собирает нас уже второй год. И для ребят было честью приехать. И это будет, я думаю, не первый год. То есть люди будут стараться, и турнир будет улучшаться, и привлекать еще больше людей, может быть, из других регионов. Ну, на самом деле, то, что удалось собрать в Благовещенске уже спортсменов с Дальнего Востока лучших из лучших, это, мне кажется, уже большое достижение, верно? Соревноваться же интересно с ними? Безусловно, и соревноваться интересно, и пилотам наша трасса очень интересная, потому что, на самом деле, этот объект уникальный на Дальнем Востоке, и второго такого картодрома его нет. Есть в Владивостоке «Зминка», по-моему, называется, но там трасса очень старая, она им приелась, они очень давно на ней катаются, и каждый пилот, который очень давно этим занимается, они мечтают попасть на Благовещенский картодром и здесь погонять. Потому что трасса очень техничная, интересная и достаточно сложная. Но вы ее хорошо знаете? С закрытыми глазами. С закрытыми глазами. Можем проехать даже ночью без фар. Первое место, да, командное, тут просто было без вариантов. Но в личном зачете, я знаю, что Иван с Ильей вы соревновались. Да, мы вышли в финал, и не могли судьи определить победителя, нам пришлось ехать еще раз, ну и в финале уже, точнее, в финале второго заезда определили наконец-то судьи. Потому что мы настолько были выжатые, как лимоны, за столько заездов, у меня было 11, у Ильи было 13 заездов. Боже мой. И это действительно уже сказалось, к финалу силы начали оставлять. Да, очень сильно, да, морально и физически было тяжело. Илья, а почему у вас столько заездов было? Можете объяснить? По результатам в топ-16 не могли тоже определить победителя, были там спорные моменты, и я ехал три перезаезда подряд, тоже с нашим Александром Мишиным, со свободного пилота. Ну, судьи не могли просто определиться, поэтому приходилось биться. То есть у меня такой, у меня очень тяжелый день на самом деле получился. Ну, это действительно так. Вообще соревнования по дрифту это особенное судейство, да, всегда какое-то? Да, существует три судьи, которые следят за траекторией, за углом и за стилем. Да, и нужно, чтобы угодить всем трем судьям. А что такое, ладно, траектория, стиль более-менее непонятно, а что такое угол в этой ситуации? Угол — это положение машины из прямого в боковое. Вот, и чем больше угол, больше дыма, больше скорости агрессии, тем лучше. Больше спецэффектов на простом языке. Слушайте, ну вы действительно, когда происходят вот эти парные заезды, вы же едете прям вот… В дверь. В дверь, да, дверь в дверь. Бывает, в бампер, либо в колесо. Вообще вы сталкиваетесь? Да, регулярно. То есть это неизбежно, да, какие-то столкновения, потому что тут надо настолько синхронизироваться. Бывают такие проезды настолько близкие, что ты передним колесом чертишь дверь оппонента своего. Ну, то есть слегка касаетесь, то есть это не столкновение, это не удар, он этого даже не чувствует, но ты передним колесом касаешься. Бывают такие моменты перекладок, что мы друг друга шоркаем там бамперами. То есть есть после заезда, ты даже сам это не почувствовал, приезжаешь, у тебя там отметина. Но это нормально воспринимается? То есть это неизбежно, да? Это наоборот даже круто. Да, это круто считается. Это как шрам у мужчины, которые украшают, да? Машины, на которых вы ездите. Что за автомобили и вообще играет ли роль в дрифте? Какая машина? Или важнее, какой пилот? Мне кажется, роль не играет. Важно, как ты научишь свой, наверное, автомобиль ездить, ну и привыкнешь к нему, и будешь знать, на каких тонких гранях едет твой автомобиль. И тогда будет успех. То есть дрифтить можно вообще на любой машине? Нет, ну... Или нет? На любой, да. На любой, как бы. Но в основном есть автомобили, на которые есть все решения по подвеске, по двигателю и так далее. Вот на них это будет сделать проще всего. Вы дотачиваете сильно машины для того, чтобы подготовить их к соревнованиям? Или нет? На сегодняшний день от моей машины, да, там, от Toyota Chaser, наверное, только кузов остался от Chaser. Все остальное там максимально переделано. Там нету салона, нету печки, нету кондиционера. О, боже! То есть, да, это одна из составляющих тоже соревнований. Кстати, вот на турнире было, по-моему, очень жарко. И в салоне машины мы замеряли, было там периодом 65 градусов, 60 градусов. Ничего себе! Подождите, это на всех автомобилях так, да? Это не только на вашем, это на всех автомобилях? На всех, абсолютно. Плюс появляются какие-то дополнительные конструкции внутри автомобиля в качестве каркаса безопасности. То есть, каркас все-таки паять надо здесь на всякий случай, да, чтобы не было каких-то неожиданностей? Ну, это безопасность, прежде всего, пилота. Поэтому без этого никак. То есть, у нас и амалогированные комбинезоны, шлема, перчатки, противовозгораемая. Я понимаю, очень, конечно, дешевое удовольствие. Но удовольствие, верно? Это полное удовольствие, когда ты летишь там на скорости больше 100 км в час, и за тобой оппонент, либо ты за оппонентом, добавляет очень много адреналина. Ну и на самом деле мы приезжаем для этого, чтобы получать этот адреналин на соревнованиях, ну либо на тренировках. Но вы катаетесь еще, мало того, на соревнованиях, конечно, участвуете не только здесь. Все-таки нужно постоянно, я так понимаю, соревновательный опыт иметь. Вот у вас прохождение уже трех этапов в Хабаровске прошло, да? Что там за соревнования? Расскажите буквально вкратце. Соревнования, их называются X-Drift. Бывшие организаторы РДС Азия. Ну, соревнования достаточно на высоком уровне проводятся. Проводятся они на арене Ерофея. Они также собирают пилотов со всего Дальнего Востока. В среднем там около 30 участников, по-моему, на крайний этап заявилось. И на сегодняшний день прошло уже три этапа. Четвертый будет 15-16 сентября. Мы с Иваном едем в одной команде. Команда называется «Амурские тигры». И на сегодняшний день мы лидируем в турнирной таблице. Мы занимаем первое место. То есть первое место. А сколько там еще нужно этапов откатать? Еще один остался. Один этап остался? Нам нужно закрепить свой результат. Ну и в личном зачете я иду на втором месте. И отстаю примерно на 100 баллов. Ну, если Кантеев не пройдет квалификация, у меня будут все шансы на чемпионство. А так нам нужно закрепить командный результат. Слушайте, как вообще удалось до такого результата дойти? Что на первом месте команда из города Благовещенска? Ну, так звезды сошлись, наверное. Потому что на первом этапе я вообще квалификацию не прошел. Да ладно? Да, не прошел квалификацию. Машина была после зимы. Машина зимовала в Владивостоке. Были технические проблемы. Там что-то отгнило, сгнило из-за климата. А на втором этапе получилось три первых места занять. Ох, ничего себе! Это очень непредсказуемое дело, помимо того, что ты должен быть готов, еще должна быть готова техника, должны быть готовы механики в случае каких-то экстренных поломок. Поэтому совокупность всего дает результат. То есть, в принципе, просто повезло, да? Ну, на первом этапе не повезло. Ну, да, еще и не повезло. Да, Иван, конечно, скромничает. На самом деле, это очень большая работа. Большая работа и пилотов, и подготовки машины, и команда у нас работает. У нас механики, ну, они просто иногда делают невозможные вещи. По-моему, на втором этапе у меня случилась поломка, сломалась коробка на машине. За 30 минут мы сняли коробку с другого автомобиля и поставили туда. Все это на асфальте, на жаре 36 градусов. Мы просто смотрели на это, и вообще никто не понимал, что это возможно. И когда я выехал в свой заезд, судьи, ну, они просто пишут, как, у них уже сломалась коробка, только что там. Или это была не коробка. Никто не поверил даже, что такое вообще возможно. Слушайте, ну, это правда какие-то невероятные истории. Я буду надеяться на то, что вам и дальше будет вести по-настоящему. Спасибо, что удача будет на вашей стороне. И удастся все-таки победить, обойти соперников и в личном зачете показать прекрасный результат в том числе. Спасибо. Мам, спасибо большое за беседу и удачи на соревнованиях. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня с гостями были победители турнира памяти Николая Чудайкина, Иван Канищев и Илья Чернов. Вы смотрели «В центре» внимания. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин